Проект «Оружие Победы» уже знаком сотням школьников Анапы. В прошлом году он получал президентский грант. Патриотический комплекс включает в себя не только встречи школьников с ветеранами боевых действий, но и практическую часть. Дети своими руками собирают модели военной техники из фанеры. В основном у нас сегодня дети, они не воспринимают немножко как бы всерьез это. И когда приходят ветераны, разговаривают с детьми, и у детей немножко как бы им неинтересно, то, что там пришли дяди с медалями и рассказывают им какие-то сказки, небылицы, что там действительно. И потом начинаются такие вот глупые вопросы. Дядя, ты там страшно было, не страшно? Вот такие. А нашим проектам мы хотим донести то, что действительно аудитория детей будет собирать модели машинок, которые действительно принимали участие. Третий этап проекта – выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, которые школьники смогут потрогать и подержать в руках. Часть артефактов найдена на территории Анапы. В проекте примут участие более 600 юных анапчан. Сумма губернаторского гранта – почти миллион рублей. На выполнение проекта отведено полгода. За полученные деньги нужно будет отчитаться. Таковы условия конкурса. Отчитываться, да, действительно, у нас сегодня как бы отчет за каждую копейку. Нужно отчитаться, потому что, ну, действительно, мы для этого берем не заработать, а донести информацию детям. То, что сегодня идет такой прогресс переписывания истории. Мы не хотим этого. Мы – внуки победителей, которые хотим сохранить историю. Еще один победивший проект – совершенно новый для Анапы. Городской совет ветеранов получил губернаторский грант на проведение детского спортивного фестиваля. Так как у нас был опыт хороший, мы решили как бы помочь. И действительно, чтобы город – это нужно не Александру Ивановичу, не Василию Геннадьевичу. Это нужно городу, нашим детям. Игры, гипетские игры, оно действительно тоже как бы участие в этом. Ну, все для детей. Вот все для детей. Мы как бы хотим, чтобы наши дети знали историю и здоровый образ жизни. Огромная благодарность нашему мэру, городу-курорту Анапы, Василию Александровичу Свец, и его помощникам, которые действительно отнеслись к этому очень хорошо. Ну, вы знаете, очень много было задействовано людей. И я всем действительно благодарен, что вот отнеслись к нам очень с пониманием. Но отдельное огромное спасибо скажу, когда мы его выполним. Вот это будет победа. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Попов. Анапа. Регион.